привет подписчикам you в дизайн сегодняшний обзор будет на wordpress 41 наконец-то вышел сегодня утром там в ночь смотря кто в кончасовом поясе находится в нем достаточно много нового интересного в подкасте как-то об этом говорили слушайте кстати подкасты на ютюбе и посмотрим теперь вот на релизную версию я уже на локалку себе установил вот так выглядит пресс-релиз пост в блоге wordpress 4.1 дина его назвали в честь джазовой певицы дины вошенком можете посмотреть кто это чем знаменита но в общем wordpress 4.1 он немного тут сказано help you focus on your writing and the new default theme lets you show it off in style то есть это они естественно говорят о там режиме для типа писателей который там никак не ни от чего не отвлекает ну посмотрим то есть вот они здесь начинают темы твентифик с нее и начнем вот так выглядит админка ну то есть как обычно я тут даже вот эту штуку еще не отключил вот версия 4.1 здесь футере написано тут тоже естественно новости wordpress я поставил для тестирования тем тем юнит тесты что называется для тем то есть вот здесь в кодексе я ссылку оставлю всегда свои темы тестируйте можете чужие потестировать посмотреть как выглядит то есть это все возможные вариации того что можно сделать с вордпрессом они вот в этом xml очки есть ее можно импортировать через инструменты импорт и посмотреть как все варианты будут выглядеть на фронт-энде что называется то есть вот вот так выглядит тема мы уже как-то смотрели то есть эти пост здесь сайт бар какие-то варианты виджетов тут все типа заголовков цитаты как выглядят таблицы разные списки какие-то другие теги которые все еще где-то используется где-то не используется code tag как-то что-то даже и и нету то есть они видимо с кодом как-то хотя нету по код вот при да то есть много используется в общем посмотрите да как это выглядит если интересно то есть тут вот фичард имидж вот так выглядит большой вот так выглядит выравнивание здесь есть большие фичард имиджи вот вертикальный как будет горизонтальный как-то так то есть он будет подстраиваться я так понимаю по соотношению сторон либо входить либо не входить я не знаю вот здесь с отступами не отступами как они решили но я так понимаю это все зависимости от размера изображения будет видно как мы видим сайт бар он доскраливается до скролливается до самого низа и потом уже скролится только контент здесь вот футер такой небольшой погенация выглядит немного напоминает стоковую тему для genesis фреймворка там тоже все такое черно-белое но если мы посмотрим кастомайзер а теперь кстати даже мы уже писали об этом как-то в паблике вот заголовок то есть кастом хэдер что называется в теме если вы определяете теперь не нужно стилизовать целую страницу для этого в админке вас сразу это все ведет в кастомайзер то есть вот так это выглядит и он сразу открывает вот этот вот блок здесь я позже об этом скажу кастомайзер и 5 немного переделал то есть там чуть-чуть полегче все стало определять вот эти вот все штуки я думаю все больше разработчиков тем будет этим пользоваться хотя премиум темы почти все как с которым я работаю они так это используют то есть тут это все на широкого потребителя больше направлено несколько цветовых схем есть у темы темная такая желтая темная кстати похоже на режим на айпадике ночной который автоматически включается если темно вокруг я уже даже как-то это привык наверное будут какие-то благины которые меняют вот эту тему у нас любят в комьюнити wordpress и всякие плагины которые одну функцию выполняют делать но кстати это и правильно вот будут менять если ночь по серверному времени что называется будет темную тему ставить кстати отличная идея желтая темка розовая пурпурная синяя не пурпурная это больше всего симпатичная все еще живу 2014 году цветы год 2014 был по версии понтон это орхидейный он тут как-то между вот этими двумя находится поэтому да что касается изображения заголовка то есть в разных темах разная область отвечает за эту картинку но если она вообще есть там кто-то вместо вот название описание вот так сюда вмонтировать кто-то там вместо чего-то еще там место под логотип здесь весь сайтбар закрашивается то есть если я сейчас тут добавлю пару картинок ну собственно у меня уже даже какие-то есть из этого юнит тестирования но они маленькие ладно я сейчас загружу парочку заготовил сам сплэша они конечно здоровые но суть это нам поможет понять то есть вот тут они 3872 на 2592 он сразу предлагает какой обрезать ну то есть сайт баран женой не очень большой то есть какая разница давайте вот по центру возьмем с дорогой пусть так и обрезать изображение все он сейчас сразу на его автоматически сюда применит то есть вот так это выглядит он фиксируется из все скроллица просто внутри него здесь кстати можно добавить и несколько то есть если сейчас добавлю отсюда кто-нибудь даже вот не обрезаю с птичками то можно поставить случайном порядке и если еще с изменения публикую и перейду на эту эту страницу то при обновлении страницы видите каждый раз случайным образом под подгружается картиночка но иногда может попасть одна и та же то есть там такой настоящий рандом сделал ну прикольно кстати это тоже так интересно в зависимости от того какой у вас там набор может быть это будут ваши фотографии какие-то на хотя нет это по культу личности немного но кто чем будет гораст я думаю в принципе штука неплохая щас их уберу пурпурный пусть остается ну и что касается вот того фонового изображения которое справа то есть здесь то же самое выбираете что-то большое такое ну тут по размерам нужно естественно поработать то есть как это будет выглядеть зависит только то какое вы изображение добавили то есть но на full hd мониторе то ну вот так это выглядит но это это и без это с повторениями здесь можно поставить там не повторять и поставить зафиксировать по центру то есть вот в данном случае здесь внутри этих гор вы будете все скролить это все как стандартно во всех фоновых изображениях wordpress они примерно так и делаются если какой-то там специальный фронт-энд не написан автором темы здесь сайт барон вот так увеличивается и чуть-чуть по центру встает это кстати отличие от первой там альфа-версии какой-то который мы в подкасте смотрели этой темы там все оставалось с левой стороны вот так вот как первая версия ютюба вот этого белого а здесь сейчас все вот так по центру в контейнере сдвигается это здорово то есть ну несмотря на то что излишне акцент вот на это место сдвигается но если здесь будет какое-то дополнительное изображение может быть она будет как-то сочетаться с правым тут уже опять же от вашего внутреннего чувства стиля это все зависит можно сделать достаточно круто если заморочиться по этому поводу что касается шрифтов то используется семейство нота которые там по материальному дизайну гугл всем завещала нарисовал начертания для всех языков мира ну он неплохой почему бы и нет то есть как бы очень даже неплохие шрифты они такие красивые удобные пусть будут но всегда можно как-то таки подключить какие-нибудь другие посмотреть здесь серии не знаю это здорово что касается адаптивности то есть но на айпаде ки тоже вот так выглядит здесь хэмбургер меню то есть вот она здесь сайт бар весь открывается если будет меньше соответственно будет меньше и здесь вот так весь контент если уже не сдвигаться к более маленьким каким-то девайсом то вот так в края все становится то есть фон уже уходит и ну наверное на телефоне какие вам фоны вам контент как бы важен поэтому по моему тоже отличное решение очень здоровская тема пишите в комментариях что думаете будете ли вы ее использовать ну если говорить об ориентации на контент и и если не загружать сайт бар то здесь какие-то ваши контакты или профили социальных сетей то акцент реально останется только вот здесь справа на контенте и это по моему очень правильно то есть если у вас какой-то бложек но это здорово а для каких-то корпоративных сайтов конечно эта тема не подойдет она даже стартовая не подойдет все доподлинно знаю что для корпоративных сайтов до сих пор некоторые используют твенти твелл то есть 2012 тему она она была неплохая то есть там был контейнер сайт бар можно было хоть как это кастомить это да то есть наверное более лучшее решение чем это здесь все-таки блок и для писателей но не так и позиционирует эту тему то есть вот здесь тоже видно что на google телефончиках она выглядит в принципе вполне неплохо так что да с кастомайзером разобрались и давайте теперь посмотрим на всякие другие штуки типа вот режима не беспокоить уже упомянута вот здесь вот эта кнопочка появилась полноэкранный режим если ее нажать то при фокусе вот блока написания все сайт бары будут отодвигаться как только это уже курсор или влево или вправо то они появляются но в общем и целом когда чё-то чё-то я сломал переключить если вы находитесь здесь то всегда будет съешь еще эти французских булок то есть вот писать действительно удобно ничего не отвлекает ну почему бы и нет тестовый заголовок фантазии не очень много кстати включили поддержку вайн в оэмбэд то есть в оэмбэд то не помню давно уже включили но именно вот в этой версии от пресс его обновили до последней версии я вот тут несколько штук снимал когда-то то есть то он еще в 4 августа было то есть можно вот так просто ссылочку копировать прям сюда вставлять я так понимаю даже здесь в редакторе уже да уже здесь будет вот так предпросмотр но почему бы и нет то есть это здорово пробуем тип видео посмотрим пост форматы поддерживает или нет хотя если они здесь уже указаны это наверное тема их как-то поддерживает вот здесь да вот тут написано что это видео по пост формата ваш запрос посмотреть прикольно неожиданная фича тут даже кстати никто об этом не сказал что пост форматы поддерживает ну видимо это тоже уже стандарт де-факто хотя был бум по моему 2013 или в начале 14 все темы там платные бесплатно использовали эти пост форматы больше обычно то есть и не всегда в какой-то степени использовались но потом прям на них налегли и была дискуссия по моему на wordpress.org что типа из wordpress нужно их убирать что их дескать мало используют и так далее и вот я так понимаю решили не убирать потому что все таки вот этот бум был и он так или иначе показал о том что наверное ну пока не стоит убирать пусть будут их используют в некоторых темах прям вот цвет хедера поста менялся зависимости от того какой формат используется то есть здесь какие-нибудь иконочки с видео там ну по-разному оформляли то есть тут пишите тоже в комментариях использовали вы пост формата когда-нибудь или нет и почему вам это жизненно необходимо было в тот момент что касается еще вот прям полезных вещей то можно теперь менять язык сайта то есть здесь вот устанавливать и менять я до этого это плагином дело потому что очень часто приходится работать с клиентами но на зарубеж им то естественно русский wordpress вообще никак не нужен и бывало случайно установишь русский потому что он в загрузках просто валяется до последний русский накатил и потом приходится плагином делать английский чтобы ну темы которые переведены то есть я сейчас на английский сменю здесь вот recent posts вот это все она сразу автоматически переведена на английский язык это удобно и формат даты даже изменен на тот который нужен вот тут тянет здесь не изменен это 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 отдельно здесь меняется до формат даты но тем не менее язык менять это очень полезная штука прям вот я я сильно рад что это добавили на один плагин меньше нужно устанавливать для как это комфортной работы именно работы можно теперь для параноиков разлогиниться отовсюду с этого сайта то есть если вы на нескольких компьютерах залогинить и сюда то здесь будет типа пусть этот профиль выйдет из всех браузеров там сменить пароль выйти все вы точно чисты но я вот данный момент на локалке авторизован только в текущем браузере поэтому беспокоиться не о чем ну и наверное то о чем мы тоже в подкасте говорили будет классически везде во всех обзорах показываться это рекомендуемые плагины я доподлинно не знаю на чем основывается эти вот на основаны на плагинах установленных у вас и у других пользователей или симпл шеер видимо часто пользуют в пхэш пэсфорд инхэнст медиа лайдры ну какие то есть в по супер кэш вот они автоматиков ски рекомендует потому что у меня автоматиков ския кисмет установлен несмотря на то что не активировано это один из дефолтных плагинов ну посмотрите может быть кому-то покажется это все полезно но я в основном конечно любимыми пользуюсь я свой пользователь пишу на wordpress.org получаю список своих любимых плагинов по моему это нет другой ник по моему это намного удобнее поэтому да контакт форм 7 тоже там был на следующей неделе я думаю точнее не на следующее когда на следующий там про сесс что-то будет через две недели будет видос про кэширование wordpress ждите смотрите смотрите другие наши видео про wordpress тоже на канале сегодня обзор я думаю можно заканчивать так немного затянулся поэтому всем удачного дня пока это Субтитры подогнал «Симон»